5 том книги открытым оком вопрос номер 1431 тема проповедь благовестия объясните пожалуйста как мы можем понимать следующее место первое послание коринфянам 1 глава 21 стих ибо когда мир своею мудростью не познал бога в премудрости божией то благоугодно было богу и родством проповеди спасти верующих как в настоящее время мы это можем использовать отвечает игнатий тихонович лапкин у мира есть своя мудрость школы и смешно когда после десяти лет в школе пять лет еще разные премудрости и изучает в институте и уже у него где высшее образование высшее как это звучит при глупо и пошло высшее а по отношению к чему у моего отца не было даже пол класса образования но его рассуждения были намного умнее чем у маразматика брежнева в кремле чем у этих тупиц хрущева и молотова они знали как потреблять как погубить а этот пастух знал что они все сдохнут и память их сгниет они думали что они вечны книга пророка исаи 14 глава 11 стих в преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим под тобою подстилается червь и черви покров твой псалом 48 стих 12 в мыслях у них что да мы их вечны и что жилище их в рот и рот и земли свои они называют своими именами мудрость же который говорит в данном месте апостол благовестия эта мудрость греческих мифологии тогдашний научный атеизм научный материализм познавали природу был пантеизм но творца в этом не видели книга премудрости соломона 13 глава 1 стих подлинно суетны по природе все люди у которых не было ведения о боге который из видимых совершенств не могли познать сущего и взирая на дела не познали виновника как же они в своей такой мудрости исследователей как дарвин мичурин вернадский отташмидт не познали творца невидимого а есть те кто познал то прославил бога через видимый мир как павлов менделеев флоринский павел книга премудрости соломоновой 7 глава 17 стих сам он даровал мне неложное познание существующего чтобы познать устройство мира и действия стихий в солом 18 стих 2 небеса проповедуют славу божию и о делах рук его вещает твердь послание к римлянам глава 1 стих 20 20 ибо невидимое его вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы так что они безответны и вдруг проповедь о спасении не через жертву животных не через сложные ритуалы а спасение только верою через принятие жертвы единородного сына божия это неприемлемо и для православных сегодня они без храма без свечи без свечи без литургии без батюшки и не подумают что день можно прожить придумали такую сложную систему как добраться до бога что непосвященному и не невозможно достучаться до любящего отца через сотни святых и ангелов и о всех поют не имам и иные помощи разве тебе и канонизируют оптом и в розницу без ума и на горь и на горе послание галатам 2 глава 16 стих однако же узнав что человек оправдывается не делами закона а только веру его иисуса христа и мы уверовали во христа иисуса чтобы оправдаться веру его христа они делами закона ибо делами закона не оправдается никакая плоть после уверования уже и дела нужны соответствующие послание иакова 2 глава 24 стих видите ли что человек оправдывается делами а не веру и только и в этом нет противоречия в этом не мудрая такое простое евангельское учение евангельская вера но она единственно верная без примесей какие накопили за тысячелетия послание к филиппийцам 1 глава 27 стих только живите достойно благовествования христова чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду услышать о вас слышать о вас что вы стоите в одном духе подвязаясь единодушно за веру евангельскую я сам православный но сумел же согласно писания исследовать веру православную как ее ныне нам преподают наши батюшки архиереи и найти что она не похожа на апостольскую значит и каждый православный и любой сектант мог бы это сделать по отношении своей веры и родством проповеди сегодня спасать значит прямо по евангелию по библии говорить без за умничания без книг творкина и кураева прямо по писанию без выкрутасов юрасовых и подобных ему но точно и согласно писания данного от бога кажется это многим не мудро им же нужны академии диссертации кандидаты богословия и магистры-министры но это все мудрость не от бога если она не на священном слове живого бога и родство проповеди заключается в том чтобы мы говорим что мы говорим прямо распятие христа за наши грехи первое послание петра 2 глава 24 стих он грехи наши сам вознес телом своим на древо дабы мы избавившись от грехов жили для правды ранами его вы исцелились первое послание коринфянам 2 глава 2 стих ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего кроме иисуса христа и притом распятого сегодня это особо неприимлемо церковникам им нужны великие сложности и они годами приучаются ко всем тряпочкам но ко всем поворотам и уголькам и хвалится что они родились в семье священника или пусть даже на худой конец от вне внебрачных связей епископа послание филиппийцам 3 глава 7 по 11 стихи но что для меня было преимуществом то ради христа я почел четверо да и все почитаю четверо ради превосходства познания христа иисуса господа моего для него я от всего отказался и все почитаю за ссор чтобы приобрести христа и найтись в нем не со своей праведностью которая от закона но стою которая через веру во христа с праведностью от бога по вере чтобы познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его сообразуя смерти его чтобы достигнуть воскресения мертвых к верующим люди не имеют не имеющие веры относятся к насме с насмешкой и считают их ненормальными больными плач и римея 3 глава 14 стих я стал посмешищем для своей для всего народа моего вседневную песню их столом 108 стих 25 я стал для них посмешищем увидев меня кивают головами первое послание коринфянам 4 глава 9 стих ибо я думаю что нам последним посланникам бог судил быть как бы приговоренными к смерти потому что мы сделались позорищем для мира для ангелов и человеков премудрый соломон дает совет как поступать в таком случае для тех кто много умничает и издевается над детьми божьими притча соломона 26 глава 4 5 стихи не отвечай глупому по глупости его чтобы тебе не сделаться подобным ему но отвечай глупому по глупости и не отвечай глупому по глупости его чтобы и тебе не сделаться подобным ему но отвечай глупому по глупости его чтобы он не стал мудрецом в глазах твоих своих вот как и родствуют люди знающие священное писание хотя они и не православные разговор на разных языках его привлекли на заседание медицинской комиссии при военкомате среди членов ее восседавших за прямоугольным столом президиума были психолог и психиатр один исследователь другой врачеватель души как это явствует из их специальностей разумеется в душу они не верили но и называться бездушными им тоже не хотелось объект исследования молодой и энергичный юноша внезапно появился в этой экспериментальной лаборатории кто вы не откладывая своего любопытства в долгий ящик поинтересовался психиатр спасенный грешник ваше имя христианин бодро ответил молодой человек согласно паспорту меня зовут андреем а новое имя которое будет запечатлено на белом камне мне пока неизвестно сколько вам лет три года как я родился свыше как вы думаете сейчас утро день или вечер приближается утро но еще ночь к разговору подключился мужчина именующийся психологом уточните какой вы верующий регистрированный или не регистрированный смотря где в милиции сейчас всех верующих переписывают и регистрируют а при рождении как мне объяснили меня зарегистрировали в загсе а какой секте вы принадлежите верующий предвидя каверзу отрезал вы задаете лукавые вопросы какое это имеет для вас значение тем более что вы не утверждены слове божьем поэтому вам это знать не полезно воцарилась неловкое молчание в разговор вмешался психиатр скажите пожалуйста как вы верите в бога если его не видели в космосе наши космонавты верить можно только в невидимое видимая верить нечего бог есть дух кстати вашего ума доктор я тоже не вижу так что же его у вас нет в этом приходится только верить врачи многозначительно переглянулись между собой разряжая установку председатель комиссии хорошо поставленным голосом из подобающей ему солидностью спросил андрей а кто у нас сейчас генеральный секретарь бычков кто 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 повторите пожалуйста бычков алексей михайлович а тихонова устинова вы знаете нет я не знаком с этими братьями а каких руководителей государства вы знаете я рассудил у вас быть незначим ничего кроме иисуса христа и притом распятого ясно вы хоть телевизор смотрите чтобы больше знать зачем многознание уму не научает знание надмевает а любовь назидает кто думает что он знает что-нибудь тот ничего еще не знает так как должно знать но кто любит бога тому дано знание от него и еще говорят что от многознания скоро состаришься собравшись с мыслями психиатр продолжал допрос андрей как вы понимаете пословицу что посеешь что и пожнешь сеющий в плоть свою от плоти пожнет линия а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную а какой смысл вы видите в пословице шило в мешке не утаишь нет ничего тайного что не сделалось бы явным и ничего не бывает потаеного что не вышло бы наружу ибо всякое дело бог приведет на суд хорошо оно или худо и там каждый пожнет то что посеял еще один вопрос говорят что яблоко от яблони недалеко падает что это значит доброе дерево приносит и плоды добрые как может родиться чистый от нечистого а насчет яблони и яблока бывают исключения если дерево на горе стоит на ветер до ветер подует то яблоко может укатиться далеко как блудный сын который ушел на чужбину доброго отца решите задачу на дубе 6 веток на каждой ветке по 6 яблок сколько всего яблок на дубе называя себя мудрыми обезумели собирают ли стерновника виноград 3 срепейника смогу яблоко от дуба все равно что человек от обезьяны с вами не соскучишься андрей польстил психиатр согласны ли вы с тем что говорят будто человек человеку волк написано что войдут к нам лютые волки не щадящие стадо а кто такие волки волки это если расшифровать вводимые отцом лыжи крикрук крушители истины каждый волк враг овец любящий кушать поскольку он приходит в овечьей шкуре то можно сказать что волк враг одетый в личину кротости ради достижения своих антигуманных целей скажите невозмутимо продолжал лекарь души какая разница между морем и озером на море будут спасенные в озере погибшие тогда отдало море мертвых бывших в нем и смерть и ад отдали мертвых которые были в них и и смерть и ад повержены в озеро огненное что то я не пойму ваши мысли андрей душевный человек не принимает того что духа божия потому что он почитает это безумием и не может разуметь потому что осем надобно судить духовно спасибо а вы верите в конец света конца свету не будет так как бог есть свет и нет в нем никакой тьмы а конец царства тьмы будет ибо ночь прошла а день приблизился хорошо а слушаете ли вы голос америки или какие-либо другие голоса нет я не слушаю никаких голосов кроме голоса доброго пастыря голоса духа святого они назовете ли вы фамилии президента америки верующий предвидя подвох убежденно заявил я признаю только царя царей бога и иегову он мой авторитет а в армии служить хотите конечно я ведь воин иисуса христа как вы смотрите на психически больных людей как на одержимых весами которых надо развязывать пост постом и молитвы и последний вопрос это решил поставить точку в беседе а про оправившийся от изумления психолог как вы объясните выражение каменное сердце это сердце грешника но бог если покаетесь заменит его плотяным покайтесь и веруйте в евангелие а если не покаетесь все также погибнете достаточно идите дружно возмутившись решили ученые мужи психиатрическая комиссия освидетельствовавшая брата единодушно признала его слабоумным дебилом интеллектуальная деградация или ограниченность умственных способностей интервьюируемого молодого человека была истолкована специалистами от медицины как результат отсутствия телевизора и наличие библии но их мнение по их мнению расширяющий кругозор за пределы земной реальной жизни юноша сдавший экзамен по мировоззрению как когда-то галилей католической инквизиции вышел из здания военкомата и открыл библию его взгляд упал на первую главу первого послания коринфянам апостола павла где мудрец где книжник где совопросник века сего не обратил ли бог мудрость мира сего в безумие ибо когда мир своею мудростью не познал бога в премудрости божией то благоугодно было богу юродством проповеди спасти верующих ибо и иудеи требуют чудес и эллины ищут мудрости а мы проповедуем христа распятого для иудеев соблазн а для эллинов безумие но бог избрал не мудрая мира чтобы посрамить мудрых одобренный словом божиим брат рассудил не поймут они этого для них евангелие книга на иностранном языке а мы верующие иностранцы люди иностранные да странные мы же странники и пришельцы на земле воистину сказал безумец сердце своем нет бога и нас называют безумными сваливая вину что называется с большой головы на здоровую с больной головы на здоровую а ему уже рисовали диагноз слабоумие дебильность легкой степени группа 1b к военной службе негоден что ж любящим бога все содействует к благу уверяет апостолу павел тот самый апостол которому тоже когда-то заявили безумствуешь ты павел большая ученость доводит тебя до сумасшествия